Программа развития образования города федерального значения Севастополь до 2020 года комплексная программа, которая объединяет все проблемы, которые на сегодняшний день есть в образовании. Мы пошли по пути единства программы, то есть мы сделали одну программу, объединив в ней весь комплекс мероприятий, которые необходимо реализовать в отрасли для достижения тех показателей и значений, которые на сегодняшний день в первую очередь существуют на среднем по Российской Федерации, а также решают отдельные проблемы в территории города Севастополя, как города федерального значения, в отрасли образования. Два на сегодняшний день, два исполнителя у нашей программы – это департамент образования и управление капитального строительства. Вопросы, связанные с реконструкцией строительства и комплексным капитальным ремонтом – это вопрос управления капитального строительства. Все остальные вопросы – это вопросы департамента образования. Поэтому, если будет возможно, я в своем докладе буду отдельно докладывать по департаменту и отдельно по управлению капитального строительства, но в то же время рассматривая комплексность проблемы, которую мы решаем. Мы столкнулись с тем, что утвержденная в 2015 году программа не соответствовала тому комплексу мероприятий, которые необходимо реализовать департаменту для достижения в первую очередь реализации первоочередных мероприятий и достижения средних показателей по Российской Федерации. Вместе с Министерством образования мы пошли по пути выявления этих мероприятий, которые должны быть проведены в департаменте образования, да и в целом городом для реализации развития отрасли до 2020 года. С этой целью между департаментом образования и Министерством финансов была согласована так называемая дорожная карта по доведению показателей до средних по Российской Федерации, показателей материально-технического обеспечения наших учреждений. Нам было отпущено три года, в целом была определена сумма порядка 4,5-5 миллиардов. Почему сразу скажу порядка? Потому что сумма все время уточняется по мере выявления в учреждениях контролирующими органами те или иные мероприятия, которые мы должны реализовать. Соответственно, со всех учреждений в течение января и февраля месяца, даже марта месяца, трижды собиралась информация по мере уточнения показателей до определения общих объемов программы до 2020 года. Наша задача была в том, чтобы основные мероприятия мы должны были провести в три года, то есть это 2016, 2017 и 2018 год. И именно с этими условиями была сформирована программа, то есть она была уточнена и представлена на рассмотрение правительства. В конце апреля, практически в начале мая, была утверждена уже уточненная программа, которая содержала весь комплекс мероприятий, которые мы должны реализовать в отрасли образования. Соответственно, реализация этой программы была начата с мая месяца. Тут же после принятия постановления были изданы приказы департамента, которые закрепляли за всеми учреждениями не только конкретные объемы, но и направления, которые должны быть реализованы этими учреждениями для достижения показателей и значений, утвержденных в программе. Соответственно, с получением нашей информации, учреждения стали объявлять процедуры, то есть уточнять планы хозяйственной деятельности, намечать конкретные мероприятия и, соответственно, объявлять процедуры торгов, как это положено, то есть планы хозяйственной деятельности, план закупки и процедура торгов. Отсюда на сегодняшний день столь низкий показатель освоения средств за первое полугодие. Тщательно проанализировав вместе с отделом, который отвечает за реализацию данной программы, департамент разработал комплекс мероприятий, необходимых для осуществления данной программы. Во-первых, в первую очередь мы проговаривали с каждым учреждением все вопросы, которые связаны у них с реализацией программы. Определили те узкие места, которые мешают нам своевременно реализовывать данную программу. И уже за два месяца прошедших мы достигли следующих результатов. По состоянию на 1 сентября у нас уже законтрактовано, только по департаменту, я буду говорить отдельно еще раз по департаменту, из миллиарда 400 у нас законтрактовано 720 миллионов рублей. Это составляет порядка 50% от общей программы, что на сегодня фактическое выполнение мероприятия составляет 32%. Низкий процент оплаты, 5%, это 77 миллионов, связан с тем, что на сегодняшний день финансирование наших учреждений проходит по системе после того, как будут подписаны акты выполненных работ. Редактор субтитров А.Семкин